Статья на портале Крамола, пользователь Сибвет. Следы потопа Иран. Ученый мир про земные пейзажи постоянно говорит, что они созданы природой на протяжении миллионов лет силами эрозии, в основном ветровой. Практически никто из них не учитывает фактор глобальной водной эрозии при потопе. Для них потоп – это выдумки фантазеров. Недостоверных упоминаний из Библии, легенд полудиких племен и т.д. И глаза их тоже не видят ничего. Я уже не говорю про древние карьеры, породы которых силы природы никак не могли обточить. Они не видят последствий катастрофических сил, которые в короткий срок преобразили многие места на планете. Горыныч-1 навел на одно интересное место в Иране. Видны ямные следы водных потоков. Следы на площади 85 на 120 километров. При приближении это отчетливо видно. В программе Google планеты Земля есть много фотографий с этого места. Смотрим. Не совсем понятно, как смог устоять против стихии этот останец. Цепи из остаточной породы тянутся вдоль направления потока воды. Ровные вертикальные поверхности останков возможно древних сооружений. Чуть севернее этого места расположен участок древней поверхности, которую вода не смогла смыть, обточить, как это произошло на остальной территории. Вид на плато с высоты. У края этого плато. Вид на его поверхность. Более темная порода все-таки была частично смыта. Видимо, шел постоянный дождь. У края плато. Вид с края плато на вымытую водным потоком территорию. Если мы посмотрим фильм 60-70-х годов про Содом и Гоморру. Кстати, не секрет, где она находилась. На картах 1790-х годов она есть, указана. Так вот, там такие же руины после того, как ангелы Господни жгли серые города. Все пространство вокруг усыпано серными шариками. 99-70-х процентной чистоты серы. Вот эти все остатки руины очень похожи. Но здесь они гораздо лучше даже сохранились. Вот и здесь было бы неплохо посмотреть. Еще севернее есть и каньоны. Вывод однозначный. Так направленно ветровая эрозия не могла сделать сориентированные по направлению останцы от древней поверхности. К тому же продукты ветровой эрозии должны были остаться здесь и в своей большей массе. И только водный поток мог обточить и перенести эти объемы породы куда-то далее и отложить в виде песков. Продолжение следует...